Все твое мнение, вот это, конечно, не сравнить Россию и Америку, но вот как тебе вообще плюсы-минусы обучения в Америке? Что тебе очень понравилось, что тебя вот буквально бесило? Так, слушай, ну это такой очень обширный вопрос. Ну, вкратце, что можешь. Это система обучения или жизни в стране когда-то? Нет, именно обучение. Вот ты знаешь, мне что понравилось, что здесь преподаватели буквально отдавали все свое время, они жили для студентов, вот это вот их поддержка. Вот как ты говоришь, у меня английский был на нуле, я начинала, но они мне так помогали, именно вот такие вот по сравнению, ну как бы ты училась в Перми, конечно, это была не PHD, но все равно. Что тебе в Америке именно понравилось больше всего в учебе? Так, ну я думаю, что первый момент, как ты отметила, это то, как все стремятся тебе помогать. Настолько в Америке все привыкли вот к этим иммигрантским проблемам, вот эти трудностями с языком, трудностями в коммуникации, вот этими всеми... У нас тут солнышко светит калифорнийско, дайте я немножко от этого... Сядь удобно, ага, сядь поудобнее. Вот просто настолько привыкли к иммигрантам, настолько все с пониманием относятся к твоим проблемам и с пониманием того, как нужно тебя поддерживать, это просто unreal. Это даже не то, что преподаватели, сами студенты, сами вот все те же иммигранты, которые там до тебя пришли этот путь. В американском вузе помогают все. Когда я переезжала, у меня не было буквально даже матраса, чтобы спать где-то на чем-то. Вы понимаете, и американский вуз, он организовывает такую систему поддержки очень хорошую. Они всех студентов, которые уже более senior, более старше, на старших курсах, они организовывают группы поддержки. Они вот этих всех новичков, которые приехали с такими глазами по пять копеек, как у меня там, они их просто, знаете, поддерживают. Все, чтобы какие-то, например, условия жилья найти, помочь в этом плане. По учебе, позаниматься дополнительно какими-то классами. Если у тебя с языком не очень сначала идет туговато, они во всем этом помогают. Все очень терпеливые, все дружелюбно, все очень объясняют. Никто, здесь нет, понимаете, вот такой культуры осуждения. Ну, нет ее. Здесь нет принятия человека таким, какой он есть, со всеми его там начальными задатками. И никто не осуждает, вот эта вот культура толерантности и принятия, она в этом очень хорошо проявляется. И в ВУЗе поэтому учиться, вот в этом вливаться, ну, мне было очень легко, потому что никто меня не осуждал. Я не боялась сказать какое-то слово по-английски и что все надо мной будут смеяться, там, над моим акцентом русским или еще что-то. Вообще такого не было. Ну, настолько дружелюбная атмосфера. Вот это мне очень понравилось. Еще, знаете, интересный момент, я бы хотела отметить, вот просто заканчивая ответ на этот вопрос, это то, что если вы переезжаете и начинаете учебу в американском ВУЗе, пусть даже по такому сложному предмету, как химия, например, как у меня, я знаю, что многие не любят вообще играть, химия, не дай бог. Вы знаете, даже с моим начальным уровнем английского преподаватели в американском ВУЗе прописывают слова на доске. Это очень помогает. То есть, когда ты поступаешь в американский ВУЗ и у тебя специальность химия, я даю головное отсечение там каких-то особых химических терминов, ты не знаешь, когда ты начинаешь обучение. Вот ты сдаешь свой американский, вот этот вот уровень английского экзамен TOEFL, который нужен для минимального балла, но он оценивает просто общее знание языка, умение изъясняться, читать, писать. Когда ты начинаешь обучение и берешь весь этот hardcore chemistry classes, когда все эти вот ужасные, сложные вот эти все химические элементы, которые тебе нужно уметь выучить, это кажется очень сложно, потому что нет у тебя такого словарного запаса, именно химического. Но что мне понравилось, это преподаватели в Америке, они это все знают, это все понимают, поэтому они останавливаются и они прописывают все эти термины на доске, потому что они знают, что американским, что иммигрантам намного легче видеть слова написанные, прежде чем того, чтобы говорить их вот быстро-быстро-быстро, там какое-то химическое предложение, химические термины, все-таки, а что сказал, они это прописывают, и ты можешь это прочитать, и ты это уже понимаешь, воспринимаешь на слух лучше. Поэтому у них есть такие моменты, и они вот просто это все очень внимательно к этому относятся, поэтому все будет хорошо, ребята. Все будет хорошо, даже с минимальным английским. Главное поступить. Даш, уже все. А ты TOEFL дома сдавала или здесь? TOEFL я сдавала в России, и с TOEFL у меня была. Так, люди спрашивают, о чем эфир, Шанан, ну не хочешь пояснить еще разник? Мы разговариваем с Ириной, она у нас... Почему я кандидат, извиняюсь, PHD у ней? Она доктор химических наук, она прошла аспирантуру в Америке. Я извиняюсь, у меня что-то, я же говорю, язык заговаривается. В общем, у нас это все про аспирантуру и обучение на PHD по химии и по другим, в общем, по PHD программе в Америке. Ну, я думаю, что мы поговорим еще про работу ученого, да? А, да-да, ученый, да-да-да, да. Все, что хочешь, ты сама будешь уже рассказывать про свою работу, потому что у меня вообще нет никакого понятия, о чем ты... Я знаю, что ты там разрабатываешь лекарства, и что у вас самоведущие технологии, а дальше я уже не в курсе. Это очень хорошо описало все. Ну, давай закончим ответ на твой вопрос. Сдавала я TOEFL, я сдавала в России. У меня была очень тяжелая с этим история. Я сдавала его три раза, потому что, опять же, ребят, как я вам объясняла, я английский язык вообще не училась с роду, я его вообще не знала. У нас в школе немецкий язык, и потом, когда я училась в Американскую академию города Перми, я тоже изучала немецкий язык. Никакого английского я вообще не знала. И когда я решала поступать в Американскую аспирантуру, у меня был год, чтобы его выучить. Поэтому я вот просто голопом по Европам с нуля его наняла двух репетиторов. И один репетитор мне ставил классический, базовый английский, вот основу закладывал, знаете, как в школе, а второй мне натаскивал на TOEFL, именно вот на экзамен для поступления в Американскую аспирантуру, в Американский вуз. Именно вот эта специфика, вся вот американский разговор на английский, вот эти все, как этот экзамен проходит. И сдавала я этот TOEFL, пока учила язык, то есть еще его не выучить. Я уже пыталась сдавать. Я сдавала его три раза, чтобы мне успеть подать документы в аспирантуру. Я все три раза ездила в город Уфа. Всем, кто из Уфы, привет. Я знаю, у меня подписчики тоже есть из Уфы. Я ездила три раза сдавать его, два раза не сдала, на третий только сдала на тот балл, который мне был нужен. Но это нормально, и это окей, потому что, потому что, когда учишь язык там с нуля, просто год. Главное, ведь, знаете, как говорится, успех человека определяться тем, что он не теряет энтузиазм. Упорство, упорство. Как он двигается от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Поэтому, да, я сдала за год, выучила языки, сдала этот TOEFL в Уфе. Почему в Уфе? Потому что тогда, когда я поступала, это был, я говорю, лохматый 2009 год, и тогда не было центра для сдачи экзаменов по всей России в каждом городе. То есть там, например, TOEFL можно было сдать, по-моему, только в четырех городах. Это Москва, Питер, Екатеринбург и Уфа. Поэтому я покатила в Уфу. Затем получается, что GRE General, это второй экзамен, которым нужно сдавать для него аспирантуру. Он вообще принимался в тот момент только в Москве и в Питере, поэтому я каталась сдавать его в Москву. В моей родной Перми ничего этого не было. А сейчас, насколько я знаю, ребят, если у вас кто-то там поступает, вот поделитесь, если вы знаете более актуальную информацию. Насколько я понимаю, сейчас в очень многих городах в России можно сдать и TOEFL, и ITILS. Это второй экзамен на сдание английского языка для поступления в европейскую аспирантуру, как правило. И GRE General тоже можно сдать очень много где. Не нужно ехать в Уфу. Я очень была рада, что скаталась в Уфу, потому что замечательный город. Всем привет, кто оттуда. Один из моих любимых. Ой, кстати, мне тут... Я не хочу тебя перебивать, но до этого задавали вопрос. Это самые эффективные методы anti-age на сегодняшний день. А, ну, мы уже пошли на anti-age. Это, по-моему, про твою работу. Чтобы не стареть, какие методы самые крутые? Так, значит, может, мы немножко поговорим про... Да, GRE тут, Ира, к GRE вы долго готовились. Ага. С чего хочешь, сама начинай. Я просто тебя слушать буду. Так, ребят, значит, давайте мы вопросы будем адресовать сразу, чтобы они у нас не пропали. GRE пол и трипс, да, нас спрашивают. У нас, опять же, я поступала в аспирантуру прям просто вот каким-то голопом по Европам. И за один год я подготовилась и выучила язык английский и сдала TOEFL и GRE. По сравнению с TOEFL, GRE, General, мне показался очень лёгким, потому что там требования, опять же, не очень высокие в американских вузах. Ну, главное сдать на вот определённый балл, показать, что ты английский хорошо понимаешь. И там GRE, General, для тех, кто не знает, это на знание, ну, то есть на твоё умение мыслить на английском, читать на английском и знание там математики, и англичных навыков, там сердце растёт. Математика на английском, знаете, математика после наших российских школ ничего сложного там нет. Геометрия там какая-то элементарная, ну, ерунда вообще. Ну, просто это на английском, к этому надо готовиться. Затем там знание vocabulary, то есть знание, вот твой словарный запас на английском языке, там просто надо тупо выучить 3000 слов или там 5000 слов, и всё. Ну, то есть зубрёжка элементарная. И третий раздел, это твои аналитические навыки, там нужно показать, что ты умеешь писать ассе, вот анализировать информацию на английском языке. Всё тоже спокойно можно выучить, абсолютно прекрасно. Можете нанять репетитора, можно не нанимать репетитора. Я всё сама, опять же, там в своей перемисии я уча, просто что в интернете нашла вот так и это всё выучила. То есть Jerry General я стала в первую очередь с первого раза, в отличие от Toffle, и это было всё очень, очень легко, поэтому всё реально, ребят. Ну ты молодец, и сама с плохим английским нашла, где учиться, и Jerry, вообще, я преклоняюсь перед тобой. Преклоняться не надо, правда. Супер. Упорство, 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 если ты знаешь, чего ты хочешь, то вся себе, темно тебе будет в этом способствовать, реально так и есть. Я очень рада, что ты всё это упомянула, потому что у меня часто задают этот вопрос, насколько можно, насколько это. Я всегда говорю английский, главное учите, учите, учите. Здесь без английского, ну естественно, едете в Америку, всё-таки учить его надо. И тут ещё вопрос, сколько стоило обучение в аспирантуре? Это надо спросить мой американский вуз, потому что я, может быть, вы, да, вот тут люди, я смотрю на платную, или я училась, вы, наверное, пропустили просто начало эфира, я так понимаю. На самом деле, да, ой, какое у нас солнышко в Калифорнии, вот, ребята, только посмотрите. Хочешь, можешь куда-нибудь пересесть, мы подождем, если хочешь. Я и так тут уже двигаюсь, у меня везде настигает. В общем, я училась, училась, понимаете, простой провизор из аптечного пункта города Перми, у меня не было ни копейки, поэтому американский вуз заплачивал мне всё, я училась не на платной основе, это было моё главное условие для поступления, я искала вузы именно те, которые предлагают финансовую помощь. То есть за меня платил вуз за всё обучение и ещё платил мне зарплату, чтобы я тут как-то выживала. Значит, сколько стоило это обучение? Тогда это стоило примерно, я скажу так, навскидку, если я вспомню, около 20 тысяч долларов в год для резидентов и, наверное, тысяч 30 для нерезидентов. Это зависит от твоего статуса, ты иммигрант или американец и резиденты штата или нет. И, ну, зависит от, на какой ты программе. То есть это за год получается, ну, за пять лет сами считайте, и плюс, конечно, надо включать расходы на жильё, на всё вот это вот, покушать, на книги, книги тоже очень дорогие. Ну, в общем, вот это вот всё. Так, а какой вуз? Вуз был, заканчивала я North Carolina State University, это университет государственной, северной Каролины, государственный университет северной Каролины, это один из вузов, который входит в Research Triangle Park в штате Северная Каролина. Это совсем другое побережье Америки, где я нахожусь сейчас, противоположно Калифорнии. Это реально вы представляли. Сколько вам тогда было лет... О, что и так? Я не успела вычислить такой вопрос. Да, сколько вам тогда было лет, когда поступали в американский вуз? Возраст, вопросы по возрасту, для женщин. Вообще вот это... Нет, нормальный вопрос, я думаю... Она до сих пор молода и тогда еще была еще моложе. Я думаю, подписчики спрашивают не для того, чтобы... Да, я смеюсь, я шучу. Я думаю, что спрашивают по причине того, что очень много моих подписчиков тоже интересуется, когда можно поступать в вуз, не поздно, или там в 40 лет, 45 лет. Я поступала сразу после того, как я закончила фармацевтическую академию в Перми и интернатуру, это было 6 лет обучения, мне было, наверное, на 20... Что? Мне сейчас не вспомнить. 24, 25? 24, наверное. А может даже... Нет, 23. Кстати, ребят, все, 23 года, наверное, было мне около того. Но это стандартно. На самом деле, я что хочу вам сказать? Те, кто планирует поступать в американский вуз просто на бакалавриат, либо в аспирантуру, возраст не имеет абсолютно никакого значения. Я вот своим подписчикам всегда это говорю. Мне пишут, вот мне уже 30, как я могу, разве можно поступить в аспирантуру? И, ребят, здесь нет такой дискриминации по возрасту, ну, нет ее. То есть, вы можете, если у вас есть необходимый пакет документов, если у вас есть необходимое базовое образование, например, если вы закончили бакалавриат в России, вы хотите продолжить обучение в США, вы сделали эвалуэйшн своего диплома, вы соответствуете требованиям, вы сдали все необходимые экзамены по английскому, по jury general, неважно вам, 25 лет, 29 или 35. то есть, у меня были студенты, например, в Америке, которым я преподавала химию, когда сама училась в аспирантуре, я была аспирантом, научным сотрудником, я преподавала химию бакалавром, то есть, людям, которые, ну, американцам, которые пришли в колледж изучать химию, да, то есть, как наш аналог вуза, там, высшего образования, я преподавала им химию, там были ребята, ну, ребята, я их называю толерантами, просто 50-летние, там, 55 лет, у нас была пенсионерка, которая всю жизнь работала абсолютно в другой области, и она решила, вот, именно, сделать свою будущую деятельность, вообще, вот, пенсионерскую, скажем так, жизнь не закончена, она решила связать ее с работой в биотехнологиях, и она пришла изучать химию в американский вуз, уже будучи на пенсии, абсолютно не важно, сколько вам лет, но вы должны, конечно, прочитать требования вуза в определенной программе, там, если есть какие-то ограничения, но, в целом, там, 35 вам лет, 30 лет, не нужно быть 20-летним, чтобы поступать в американский вуз, поэтому дерзайте, и пусть возраст вас не останавливает, я хочу вас так вдохновить, просто жизнь не заканчивается, если 35 лет. Я после 30 пошла учиться на медсестру, сейчас мне будет в мае 48, и 3 года назад я бакалавра получила, так что, это все зависит от вас, у меня в группе были под 50, у нас в группе на медсестер была одна женщина с дочкой, ей было под 50, дочери 20, мать все время занималась с семьей, решила, в конце концов, воплотить свою мечту, так сказать, и вот у нее получилось, так почему бы нет, правильно? Конечно, конечно, вы знаете, в Америке очень, очень четко понимаешь, что, там, на пенсии жизнь не заканчивается, в 35 лет жизнь не заканчивается, есть еще жизнь после 40 лет врача. Причем в Америке это эйджиизм, это то, что именно борется против этого, когда даже в резюме, мы же возраст даже не указываем, и если, не дай бог, нам зададут вопрос во время интервью, а сколько вам лет, все, можно с ними судиться вполне. Да, конечно, не имею права делать дискриминацию, что на тебе там комплименты уже летят, огонечки, смотри, тебе то же самое, кстати, тебе сказали, что спасибо, что вы, вы выглядите прекрасно, спасибо, что поняли вопрос, ну я шутила, она поняла, мы обе поняли, естественно, я просто пошутила, но да, выглядит моя собеседница шикарно, и аспирантор 23 это огонь, точно, согласна, и потом, тут еще вопрос был, вы закончили уже, остались жить, нравится? Вот мне тоже интересно, тебе нравится? Мне очень, 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 очень все нравится, у меня ситуация, я бы сказала, уникальная, потому что с Россией я пуповину рвать отказываюсь и не рву, и мне очень важно иметь возможность в России жить какое-то время, хотя бы 2-3 месяца в году, но в это же время я хочу заниматься своей любимой работой, это быть ученым в компании вот здесь рядом с Кремниевой долиной в Сан-Франциско и иметь возможность строить свою карьеру вот в этой области, заниматься научными работами, я об этом много пишу, ребят, если так, сейчас сделаю рекламу своего аккаунта, ребята. Да, да, быстро, ага, конечно. Я об этом много пишу, ну то есть я осталась, когда я закончила аспирантуру, мне полетело очень много предложений о работе, вы должны понимать, что если вы закончили американский ВОЗ, у вас, вы урокотируетесь на рынке суда в Америке, и если у вас есть PHD, американская ученая степень, в биотехнологиях, там в химии, биологии, биохимии, то все у вас будет хорошо. Рабочих мест много, и я выбирала из очень многих предложений, и до сих пор рекрутеры звонят, обрывают телефон. Условия работы отличнейшие, просто если вы хотите делать исследования, если вы хотите быть ученым, заниматься крутыми разработками, разрабатывать лекарства, разрабатывать новые технологии в любой области, не обязательно биотехнологии, materials chemistry, нанотехнологии, куда угодно идти, батареи разрабатывают для электрических машин, неважно. Здесь очень шикарные условия для этого. И у тебя разработки фармакологии, да, или генетики тоже? У меня специальность называется ученый-биотехнолог, биотехнолог, специализация ген-инженер, ген-инженер, это, скажем так, на русский язык переводя, это манипуляция ДНК организмов с целью получения каких-то полезных веществ, например, лекарств новых, например, вакцин, например, каких-то витаминов, ну, любых, в общем, полезных человеку веществ с помощью ДНК микроорганизмов, которые мы изменяем. И я пишу очень много о том, что мы еще не делаем с этой идеей, но мы это уже можем тоже делать, редактировать геном человека, это тоже очень такая хорошая тема. Так, смотри, Шана там просит нас сохранить эфир, пожалуйста, уже несколько человек. Да, 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 я постараюсь. Обычно я сохраняю, но иногда, если Инстаграм не заглючат, естественно, я обязательно сохраню. Отлично. Как говорят, так это больше биология, ген-инженерия, это такой интерфейс биологии, химии, генетики, биохимии. Это целая такая многогранная наука, связь многих дисциплин между собой, и поэтому нет, это не больше биология, но биология там, разумеется, тоже нужна быть, должна быть. Вот, а химию, химию тоже обязательно знать, если ты ген-инженер, без химии, к сожалению, тоже никуда в этом плане. Но я не люблю так, что мне повезло, мне это все в кайф, ребята. Это редко. Да, ищите то, что вам в кайф, не тратьте свою жизнь на то, что вам не нравится, и поэтому выбирайте. Когда мне говорят, я ненавижу химию, я говорю, это окей, найди то, что тебе нравится. Вот именно, вот именно. Обязательно. Я еще хотела, вот хорошо, ты подняла этот вопрос, у меня тоже часто спрашивают, всегда, а где больше платят? Я понимаю, у нас очень актуально, я сейчас, конечно, на меня, тонны, наверное, камней посыпятся. Все говорят, вот я понимаю, что деньги нужны, но в той же медицине, если мне бы это не нравилось, потому что у нас это не гламурная работа, мы за пациентами ухаживаем, вот это все, видим все эти гадости, что выходит из человека. Плати мне миллионы, если бы мне это не нравилось, я бы не пошла. И ты, вот целый день в лаборатории, это в кайф тебе, потому что какой-то человек это не может, они должны там альпинизмом заниматься, вот их к этому тянет. А вот у тебя, вот именно работа в лаборатории, это тебе в кайф. Я всегда считаю, что если вы будете только думать о зарплате, то ваша работа, которая вам не нравится, это будет каторгой. Да, но и когда зарплата хорошая, это тоже. Но если, это бонус, это, нет, конечно, надо с этого начинать. Я не хочу звучать зажравшуюся буржуйкой какой-то, но я просто имею в виду, если бы, я бы, например, не смогла бы работать, наверное, я не знаю, там, где постоянно за компьютером сидят, например, IT. Это очень шикарная профессия, хорошая зарплата, но не для меня. У меня не получается работать в этой сфере, я бы не смогла, если честно. Мне нужно живое общение с людьми. Конечно, конечно, Даша, она абсолютно верна. И, знаете, ищите то, что вот дает вам этот драйв. Вот, знаете, мы на работе проводим большую часть своей жизни, и было бы очень жаль тратить ее на то, что вам не нравится, то, что вы делаете из-под палки, то, что к чему у вас не лежит душа, и вы этим не горите. Мне вот круто, мне вот реально круто, я вот там просыпаюсь, и мне вот реально очень классно от того, что я сейчас буду делать. И я горжусь тем, что я делаю, мне это интересно, я об этом думаю, и мне думать об этом в кайф. И я хочу в этой области расти, я хочу становиться в этом лучше, я хочу развиваться, и это замечательно, потому что ты горишь, ты живешь, ты не делаешь это из-за каких-то обязательств. Поэтому это очень момент, конечно. Вот я хочу сказать, обязательно загляните на страничку Ирины, у ней там шикарнейшие, новейшие, вот все она пишет, что она делает на работе. Я, в принципе, не ученая, но я всегда читаю ее с удовольствием, так что обязательно почитайте все, что она делает, это вообще изумительно. Поэтому я уже пока еще, я знаю, что ей уже пора идти, я просто хочу последнее посмотреть, что здесь. Я понимаю, что время поджимает, до через год собираются в МГУ на био легче поступить. Я не поняла, это утверждение или вопрос? Это утверждение, я так думаю, к вопросу о химии и биологии, что это биология в большей степени. Это правда, биология, ну, она, мне кажется, и в Америке, в принципе, я бы сказала, наверное, более такой легкий вариант. Химия, это такая отдельная тема, это тяжело. И очень много у нас студентов, например, во время обучения, которые поступили именно на химический факультет, они, к сожалению, ну, не смогли, не смогли, и пришлось им отчисляться. Это такое, это надо иметь, и требования даже, да, для поступления, они такие, ну, жесткие, да, нужно химии все-таки. Спасибо Пермской фармацевтической академии, что нас там натаскали по химии очень хорошо, у нас было очень много видов химии всяких, и физической, и всякие разные, вообще органической. Так, дальше у нас, я еще хотела ответить на один вопрос, который, который задавали тебе, Шана, про антиэйдж, это, меня часто спрашивают, как ученого, есть ли лекарства от старения, то есть, вы знаете, вы обратились абсолютно по адресу, потому что именно мы, мои коллеги, мы занимаемся разработками средств против старения, и я писала об этом отдельный пост, кстати, у меня, наверное, несколько, вы можете найти на моем аккаунте, какие компании у нас в Кремниевой долине занимаются разработкой лекарств против старения, это вам хорошая идея для инвестиций, кстати, если вы инвестируете, занимаются даже такие крупные компании, как дочка Google, компания Calico, и очень-очень много стартапов разрабатывают эти вещества, и работают над разными группами веществ абсолютно, и прогресс есть очень хороший, на каких-то организмах, и даже на человеческих клетках, было показано, что эти средства работают, но они находятся на разных этапах клинических испытаний, вы сами понимаете, что этот процесс очень долгий, разработка лекарственных препаратов, его доказательства клинической эффективности именно на людях, занимать может до 25 лет, может занимать 20 лет, 15 лет, поэтому читайте все подробненько у меня на страничке, я об этом обо всем пишу, я всегда держу всех своих подписчиков в курсе, появляются какие-то новости о разработках против болезни Альцгеймера, деменции, против рака, какие-то новые методы диагностики, какие-то новые лекарства против мигрени, допустим, вот против старения, вот эти все генной инженерии, я вот это все пишу об этом, и вы всегда можете задавать вопросы там, и в сторис я тоже публикую, довольно часто. Ладно, что еще там? А еще ответишь на что-то, или уже, я знаю, у тебя время поджимает, уже 12.49. Так, а что еще там? Какие были вопросы? Там еще были, по-моему, про работу что-то. А, да, на каких сайтах искать вообще? И учебу, и работу на каких сайтах искать? Так, ребят, значит, учебу и работу, значит, учеба — это отдельная история, надо искать в ВУЗы, именно конкретно в ВУЗы, куда вы будете подавать документы. По работу искать самый лучший сайт — это LinkedIn. LinkedIn — это самый крупный сайт работодателей в Америке. Я выкладывала, выкладываю периодически в сторис ссылки на него. В России он, разумеется, заблокирован. Ну, в общем... Серьезно? Да, VPN вам в помощь, друзья, поэтому я, к сожалению, да. То есть так у нас все и, собственно, присоединяется к LinkedIn. Его заблокировали пару лет назад с предлогом того, что там хранятся данные россиян, которые не хотелось бы, чтобы утекли кое-куда. В общем, вопрос такой, тонкие материи, не будем в это вдаваться. Понятно. Но вы можете через VPN подключиться, и у меня очень многие подписчики со мной там, кстати, связаны, в LinkedIn. И в LinkedIn вы можете найти американских работодателей, вы можете сами создать свой профиль, чтобы они к вам делали заявки. Это самая крупнейшая сеть. А вот пишут мои тоже, да, то, что он заблокирован. Да, все верно. И еще Шана тут спрашивает, я посмотрела, как подписаться на тебя. Наверное, мои спрашивают. Расскажешь, как тебе? А, да, ну вот у меня сверху, если кликните на... Видно там кружочек вот здесь «Медсестра в Америке», и вот то, что чисто по... на английскими буквами, по-русски напишется «Медсестра.в.Америки». Америка, кэ, наше русское кэ. Ну, все это на английском. Или я еще сохраню сейчас эфир, и у меня в эфире там, вы можете, когда кликнуть, увидите. В общем, я даже не знаю, как еще сказать. Да, ну, ты правильно. Ты знаешь, если это спрашивают мои, да, ребят, я тогда вам сделаю ссылку на этот эфир, сделаю ссылку на профиль Шаны, чтобы вы знали, как на нее подписаться, да. Очень полезно, кстати, у нее профиль отличный. Она показывает работу медсестры в Америке, вот это вот все, как это все проходит. Очень дает полезную информацию, как, например, есть ли такая профессия, как фельдшер в Америке, как сделать, как вообще из России переехать и стать медсестрой в США, и все эти будни американской медсестры. Это, кстати, профессия очень-очень востребованная. Да, очень. Ребят, вообще, вот просто, если вы любите медицину и хотите себя в этом попробовать где-то еще, кроме России, это вот на шаму надо. Спасибо, спасибо, Ира. И я сейчас, когда оставлю вот этот наш эфир, я постараюсь, я в комментариях, опять же, ссылку на тебя сделаю, так что, кто будет заходить, они будут автоматически кликнуть и могут на тебя подписаться. И спасибо тебе огромное, что ты согласилась, тебе надо идти, я знаю, спасибо, спасибо огромное. Спасибо вам, ребят. И всем, кто подключился. Да, и спасибо тебе, Шана. Спасибо, извиняюсь, я перебила. Нет, все отлично, все отлично. Спасибо всем. Ну, мы отключаемся. Давай, тебе удача. Счастливо, ребят. Всем пока. Пока.